Ты, Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 25 стиха. Иисус же, подозвав их, сказал, Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Толкование блаженного Феофилакта. Когда десять увидели, что Христос обличил тех двух, то и они стали негодовать, и через то обнаружили в себе желание той же чести, ибо они были еще несовершенны, и двое желали возвыситься над десятью, двум, а десять завидовали двум. А так как десять пришли в смущение, услышав такие слова от Иисуса Христа, то Иисус, желая успокоить, призывает их к себе, ибо при нем были и беседовали с ним только сыны Зеведеевы. Он обращает речь ко всем, зная, что первенство любия имеет нужду в строгом обличении, и говорит им горькие слова, причисляя их к язычникам и неверным, если они хотят искать славы, и таким образом стыдит их следующую речью. Некоторые люди, имея начальство, величаются тем, как будто им самим принадлежит нечто великое. Но любить начальство есть страсть языческая, а мои ученики узнаются по смирению, и за смирение приемлют честь. Посему кто хочет быть большим, тот должен служить и последнему, ибо в этом состоит высочайшее смирение. Это я показал на себе самом, когда, будучи владыкою и царем неба, смирил себя самого, чтобы послужить для вашего спасения. И притом так, что и душу мою готов отдать для избавления многих, то есть всех, ибо все суть многие. Толкование закончилось. Вот показывать надо где. И вот Господь сказал, обличил, кто желает быть начальствующим, господствовать, это языческое. И нигде вот это желание начальствовать не выражено во всей мировой истории, как папство, католицизм. Оно и в патриархии нисколько не меньше. Борьба началась. Восточно-западная церковь. Звание папы. Как его перечисляется где? У нас в книге указано где-то. Это и викарий Христа, и наместник Бога. И чего только нет. Кажется, гордости такой даже у дьявола нет. Вот тот претендовал только одно, что сяду в сонме среди богов. Это несравненно больше. Перечисляют полстраницы только название. Желание властолюбия. Вот у нас книга есть «К истинному православию». Вот она. И здесь есть две большие статьи. «Щелокоубийство и ложь Ватикана» и «Гордость папства». Ну, раб. Хорошо, что раб. Но папа для себя избрал раб рабов. Даже у рабов он раб. А откуда это вышло, что к нему можно только на коленях подходить, на коленях и конец туфли поцеловать. То есть ниже уже некуда. Ну, подошву, неудобно ему, видимо, ногу выгибать было или снимать туфель. Это ни у одного шаха, шейха там не было. Ни у кого. Ни у одного царя, ни у одного императора. Это сейчас они маленько поутихли, потому что, ну, кажется, пообломали там. Наполеон пленял, издевался и прочее. Как так? Ну, ведь эти слова-то, они не могли их не знать. Не взяли бы, отменили это все, и никаких нет. Ну, как у баптистов. Там генеральный секретарь. Никто и не знал. Думали, генеральный секретарь только Брежнев. Но еще там Бычков был у баптистов. Тоже генеральный секретарь. Как у нас в России патриарх. Думают, что один патриарх Кирилл. А у древнеправославных патриарх Александр. Возвели его. Хотя там народу-то сколько. Им это надо. Да это не запрещается. Но, однако, посоветовали им. Я знаю, кто настаивал на этом. Даже у них там знаю, кто. И, наконец, они возвели его. Ну, а что из этого? Ну, назови, допустим, сержанта генералом. Ну, можно звание маршал присвоить. Царь Николай II, высшеполковник, опять себе звание не позволил. А Брежнев в мирное время маршалом стал. Как он мог в мирное время маршалом стать-то? Ну, дальше, чем начальником политотдела, в армии и не был. Вот это властолюбие у мирских, оно объяснимо. Так люди мирские. Но ведь это не у мирских, я говорю. А возьми сейчас любого священника. Вот с ними встречаются, вот рассказывает Игорь Дыбунов. С ним вместе, говорит. Ну, ходили. Ну, Виктор, Витя, Витя, Витя. Я встречаюсь, он священник. Я, говорю, сейчас священником стал. Ну, вот так такое. Немного погодя в разговоре, он так со мной разговаривает. Я же священник. Дорогой ехали, который сел. Ничего нет. Он не знает писания. Ну, а вот эта надутость индюшинная, она уже распирает их. И везде. И люди это принимают. Им это нравится. Князья господствуют над ними. Батюшка, батюшка, благослови. Батюшка, благослови. Вот это лицемерие такое. А уж перед епископом, там, не знаю, зализанное буквально перед ним. Владыка сказал. Там священники трепещут. Они властвуют. Они не могут просто без этой власти. Ну, вот он такой-то. Он называет по именам. И романах, то другое. Патриарх. А что он мне дал? Патриарх. Ну, только единственное, что я не попался под его жернова еще. И епископ. Единственное, просто единственное, что от них есть, это они рукополагают. Ну, и все, как трути. Не осеменил матку-пчелу-то. А дальше ему, говорит, член отрывает пчелы и выбрасывает его из улья. Вот и все. Он нигде его нету. Он не с народом. Он ни по учению не дает. И он есть сегодня, нету его. Просто никакую нужду не откликается. Его не видно. И незнаемо. Я спрашиваю, ты сколько лет уже здесь священникам? Столько. А где проявилась работа епископа? Нигде. Вот у нас епископа не стало. Ну, что он был, что не был. И у него нет желания здесь жить. Он где-то крышу будет крыть, там сам подцеплять, жесть туда тащить. Они народ боятся. И местный епископ простой, к нему может прийти, он примет. А почему к нему придут-то? Когда написано, вы идите-то. Вот к Серафиму Старовскому там люди стекались. Да написано, Серафиму идите до концов вселенной. То у нас перевернуто все у верующих, у православных там, которые начальствующие. И, ну, вот у нас в Барнауле там его только рукоположили. Ну, а остальные-то семинаристы, еще не рукоположенные. Он сразу с первого дня подходит к ним. Целуйте руку. Руку целуйте. Вот главное-то. Его руку целуйте, которая ничего не делает нигде. Ну, а этот-то не подчиняется ему. Я тебе как сейчас дам по морде-то, ты мне будешь. А меня только в дьякона рукоположили. И тут еще, он в алтаре ему как дал кодилам полбу-то. Ну, и все. Властолюбие. И они ни под каким видом не могут покориться друг другу. Ну, вот Египет объединенный, Арабская республика была там, Анвар, Саддат, другие, они как-то сумели трое подчиниться одному добровольно. Здесь никогда, нигде. А папа жмет под себя, что патриарх. Объединение – это подчинение. И Московская патриархия, и сейчас зарубежная церковь – это объединения не было. А признание, акт о комическом признании друг друга, что у вас благодать есть, у нас благодать. Так нет, подчинение, слово втиснули, а подчинение – это значит истребление всех, кто не с нами. Но это все сегодня на наших глазах. Они это не считают, это им не нужно, это чуждо им. И это две тысячи лет они на этом бьются. Ну, а можно показать пример, где было? Нигде – это Никон. Пришел к власти, значит, теперь я великий государь. А великий государь – это только к царю было, к Алексею Михайловичу. И на этом он и подавился, Никон. А теперь надо канонизировать. То есть это безбожество, безбожество, язычество – это все. Никон – это власть. Это подчинение царя себе. Царь мне будет подчиняться, а не я ему. А у папы два престола, мирской, духовный, сдвинулись вместе. Папа, тиара-то у него какая расколота. Это две власти означают. Они вмешивались во все, назначали королей. Где они нет, ему сразу объявляют войну. Папы, крестовые походы – это власть. Гордость папства. Мы с католиками можем со многим соглашаться, но не с этим, потому что это безбожество. Это наследие Люцифера, падшего с неба Херувима. Вот это вот и есть. Сейчас вот я говорю, и здесь находятся все патриархи, все Варфоломеи, тут папы находятся, бывшие, настоящие, умершие. Они ни одного слова не скажут. А я не гордый. Не гордый, так сними с себя это все и иди простолюдином, как Павел. Он ничем не выделялся. Если Павел не разобрался, кто первосвященник, стена подбеленная. Да как-то не стена подбеленная-то. Стены-то никакой нету. Там одна гордость. Даже вида благочестия, дающая вид благочестия, а силы его отрекшиеся. У нас папой каждый поп. Папа. Папа это отец. У нас сейчас у всех папа. Раньше-то не было это папа, нигде не было. А сейчас все папа главные, даже в семье папа. У нас был тятя звали. Тятя это. Ну а отец? А этот папа? Папа везде у всех. Как тебе ты звал отца папа? А почему ты тятя? У мамы говорят, у нас звали тятинка. Это ласкательное от слова тятя. Даже здесь и то проникновение вот этой неданной власти. От Бога власть первая, это власть мужа над женою. И восстающий против этой власти, он под проклятием находится. Это Бог дал всякая власть от Бога. И первая власть, когда было сказано, это была в раю. Это златоусте так толкуют. В это место толковать не надо. Я ничего не толкую, просто говорю, как оно проявляется в жизни. Надо Слово Божие живым и действенным показать. А этого нет. Ну, прочитали даже с толкованием. Это патриархия издала. Блаженые Афилакты не отрицают. И католики. И они по-другому не толкуют где-то. Ну, смотри, как разделили. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин. То есть, в то время люди старались сделать, но ничего не получилось. Кто такой Павел? Кто такой Кифа? Кто такой Аполос? Но ведь они этого не говорят. А кто такой Папа Иоанн Павел II? Канонизирует. Только умер канонизирует. Это был экуминист до самого последнего, как говорится, кончика у себя. Алексей II только умер. Канонизировать надо везде. То есть, они через мертвых пытаются господствовать. Теперь к нему только к нашей гробнице, к нашим мощам. На колени. Большей власти, чем Папы, у Патриархии нет на земле. Не было. И быть не может. И на этом Антихрист построит свое царство. Будет господством. Вот эти Чипы все и пришли. Воюют против Чипов, а сами их приблизили. Как контролировать? Как подчинить себе? Как задавить все под собою? Ну, просто материал я показал. Я возьмите, просчитаю. Кому это надо? Считай дальше. Евангелие от Матфея, 20 глава. С 29 по 34 стихи. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от Меня?» Они говорят Ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним толкованием. Слепцы, слыша о Христе, познали Его, и узнавши, что Он проходит мимо, воспользовались этим временем. Они веровали, что Иисус, происшедший от семени Давидова по плоти, может исцелить их. Исцеляет Он их прикосновением, дабы мы знали, что всякий член Его Святой Плоти есть член животворящий и божественный. Правда, Лука и Марк говорят об одном слепце, но от всего не выходит разногласие, потому что они упомянули об известнейшем слепце. Или иначе, Лука говорит, что Иисус, прежде входа в Ерихон, исцелил слепого, а Марк, что после выхода из Ерихона. Матфей же для краткости упомянул об обоих вдруг. Обрати внимание на то, что слепые были язычники и исцелены от Христа мимоходом, потому что Христос пришел главным образом не для язычников, а для израильтян. И как слепцы познали Иисуса по слуху, так и язычники уверовали во Христа от слышания. Запрещающий же слепцам призывать имя Иисусова суть гонителей и мучителей, которые покушали запрещать проповедь церкви. Но она еще более исповедовала имя Христова, а потому и получила исцеление. Узрев ясно истинный свет и стала последовать Христу, подражая ему в своей жизни. Толкование закончилось. Ну, тут толковать-то что-то понятно. Слепые как бы сидели. А смотри, сколько берут. Из Ерихона. Это язычники. А на каком основании Феофилакт утверждает, что они были язычниками? Это нигде, ни из чего совершенно. А почему? Подтолкование это сказано. Я этими словами в толковании никогда не пользовался и воспользоваться не могу. Потому что этот вопрос мне могут задать, и я его не отвечу. А чего хотите? Чтобы открылись глаза наши. Вот у нас книги, вот сколько их есть, вот они все названы открытым оком. Видите, открылись, чтобы открылись глаза наши. С какой целью? Вот цель какая. Чтобы открылись глаза наши. У меня тут название разное. Ну, там Новый Завет тут толковать не надо. Для Слова Божия нет уз. Вот эта вот книга. Вот. Ну, она, это слова взяты из 2 Тимофея, 2 глава, 9 стих. А вот никто не восставал. К истинному православию там один только сказал. Ой, к истинному православию там не истина, не православие. А сам не считал. Не знает. Вот. А открытым оком на это сильно нападали. Потому что это слова Валаама. Да это Валаам, сын Виоров. Да от кого вы взяли? Это значит у вас тут он был такой, был там волшебник и прочее. Это пророческие слова Духа Святого. Они этого не понимают. И когда говорят звезду, видели, поются Ермасы на Рождество. Это звезда-то откуда? Восходит звезда от Иакова. Вот. И его слова этого даже не видят. И вот со слепыми как говорится, обыгрывает этот момент. Они просили, а другие запрещали. Это суть безбожники. Посмотри, кто. Это враги. Как он говорит? Кто запрещает? Кто запрещает проповедовать? Запрещающий же слепцам призывать имя Иисусова суть гонителей и мучителей, которые покушались запрещать проповедь церкви. Гонители, мучители, запрещающие... Да 2000 лет запрещают-то. Гонители и мучители кто? Попы, лютые волки. Придумали, что только епископы могут проповедовать. Вот у нас в Крестном Православии там есть пункт о благовестии. Священники не проповедовали столетия. Вообще запрет. Под запретом было. Ведь это надо было придумывать. Почему? Чтобы Евангелие не знали. Вот причина-то какая. Я долгое время не знал, почему в России на русский язык не переводили. Наконец нашел. Боялись, если Евангелие будет переведено на русский язык, народ поймет, что идут не туда и будет революция. Как будто задача священнослужителей была только одна. погубить паству. Погубить. Лютые волки, нещадящие стадо. И будут говорить превратно, чтобы увлечь за собою. То есть не за Христом, а за собою. И поэтому Евангелие – это главная враждебная книга священству. Ее запрещали, ее давили, ее вылавливали. Павский 200 лет назад, ну тут прям совсем рядом, преподает в Духовной Академии. И студенты, не в семинарии, в Академии, не простолюди, но они не понимают. И он, переводчик, вот Павский перевел Евангелие от Матфея, Псалтырь, это его личное, Герасим Петрович. И занимает должность, выше некуда, воспитатель царского сына. И взял перевод этот, дал студентам. Они налитографировали тогда размножение, ксерокопия такая была, 500 экземпляров. Всю жандармерию бросили, чтобы изъять. Нашли и сожгли все. Но экземпляр два сохранились, и потом уже в Синодальном переводе 1876 года они им воспользуются. Это лучший переводчик был. И его едва-едва спасли. Когда он им слово там дал, и от воспитателя, от везде его, лишается всех должностей. Вся Россия за этим следила. А кто это занимался? Все эти филареты, они сидели там в Синод. Уже лишенные власти, патриарха не могут поставить. Но внутри их это папство сидело. Они душили все, цензура была. Они сейчас цензуру накладывают. Какие книги должны быть, библиотеки не должны, что читать, что думать. Самое опасное, что есть сегодня, это патриархия. И этого не понимают. Это самое опаснейшее, что сегодня есть. Они пытаются под себя подмять президента, чтобы он делал так, как надо. Они придумывают законы, их даже дурацкими не придумаешь. Регистрируют вначале. Ну, а кого регистрируют-то? Свобода. Так они на Борисе, Николаевиче Ельцине верхом сидели, пахали. Проталкивают. Уже закон принятый, общество зарегистрировали. А нет регистрации у всех. А кто? Только те, которые на территории России находятся не менее, как 50 лет. Кто эту цифру устанавливал? Какой сатана? Ну и все, 50 лет. А кто 50 лет-то был здесь? Они перечислили. Все новые там, а они 50 лет не могли быть. Почему? Они запрещались им. Ну и все под нож. Прошло какое-то время. Ну, тут Запад, все забунтовали. Такие законы никто никогда не издавал. Свобода или не свобода? Если он преступник, почему 50 лет? Он и 50 лет только закоренел в этом преступлении-то. И это все на наших глазах было. Я содрогнулся тогда, какую же они уже власть набрали. В воинские части идут, танки освещают, начищают. Они все теперь под собой держат. Горы трупов за этим идут, за освещениями танков. Если вы мирны, почему Христос не освещал колесницы Параоновы? Нигде этого не было. А тут сразу Алексей Второй с министром обороны Грачевым. И вот они там, храм закат. И какое отношение Грачев этот имеет-то? Нечистая птица. И что? Ракетные войска главное защитить. И они придумывают поставить охранительницей ракетных установок Сатана, название Сатана, великомученицу Варвару. Ремлянка, девушка, которая в руках копья не держала. А это не амазонка какая-то. И она должна охранять их. Я спрашивал военных. Скажите, а почему именно Варвару избрали? Не знаем. Ну а как? Ну посчитают теперь как праздник для ракетных войск. И день ее, который, как для студентов, Татьянин день, день особого блуда. Ну и а почему? Да потому что она, когда от отца Диаскора убегала, и в это время впереди скала раскрылась, она зашла, она ее закрыла. И вот так закрыты ракетные установки Сатана в горах везде стоят. Вот почему. Они посмотрели по житиям. Где примеры? Главное скрыть. Главное, чтобы первый атомный удар не разрушил наши установки атомные. А потом мы начнем выпускать этого Сатану. Это вера. И молчат все. И патриархия, главная здесь защитница Сатаны. Название-то ракетной установки Сатана. Почему? Она раздваивается и дальше одновременно может подразить семь-десять городов. Понимаете? Мы, нас, чтобы все уважали и боялись. Это мы, православные, уж про католики. Католики-то не имеют сейчас такой власти. И это молчок. Читаем. Кто запрещает проповедовать? Я проповедник 50 лет. И у меня не было препятствия советской власти. Ну, проповедую. Да, Игнатий Тихонов и златоустов и свое хоть мешками распространять. А не, полковник КГБ говорит, который на своей машине меня из тюрьмы привез домой. А патриархия хватало, додушило и все это. А вот вы насчитали на пленке, а вас везде слушают. А сами у меня пленки эти приобрели. Златоуст я насчитал 12 томов, жития святых, а к вам гордость не подходит. То есть они боятся, как бы от них гордость не убавилась кому-то. А то им меньше гордости достанется. Я говорю, а мне некогда об этом думать. Я начитываю сейчас добротолюбие 5 томов. И опять, а гордость к вам не подходит. Да не подходит. Мне некогда. Гордость это надо сидеть, пышиться, дуться на то, что у тебя есть. А я сейчас начитываю Иоанна Кронштадтского, Игнатия Бринчанина, Ефрема Сирина, Василия Великого, Блаженного Августина. А у меня некогда. Книг-то не было тогда. Сатана. И не где-то он Сатана здесь. Кто? Язычество. Препятствует говорить. Препятствует. И они сегодня уже залезли в библиотеки, везде. Мы приезжаем, я дарю книги. А у нас с батюшкой союз заключенный вот решили. Какой же союз? Ну вот какие книги приняли. Да у вас на полках стоят, посмотрите, одно блудодейство. Волшебные книги, Гарри Поттер, и чего только нет. Ну, это так. Но это у вас же религиозное. Да для человека слово религиозное это зачем? Ему не надо. Он берет и читает книгу. Они уничтожают все на своем пути. Я это свидетельствую пятидесятилетним опытом, полвека с ними. А как теперь с ними дело? Да никак. Проезжая мимо храма, кричусь, благослови Господи и защити от лютых волков нещадящих стада. Следующий храм. Благослови Господи, защити от лютых волков нещадящих стада, говорящих привратно, дабы увлечь учеников за собою. Вот это место толкования, это они бы хоть один раз прочитали, а эти места, когда я их выделяю жирным шрифтом, это мое издание, трехтомник Нового Завета. Вот он стоит, трехтомник Нового Завета. Чудеснейшее издание. Оно подарено патриарху Кириллу. Вот. Видите, трехтомник, полное толкование, я даю 297 комментариев. Вот оно где. Вот за два года я подарил книг, подарил, подарил даром, библиотекам, там, священникам, архиереям, на 7 миллионов 150 тысяч. А у меня 55 тысяч, минимальнейшее. Это чудо Божье! 7 миллионов! 444 города, села, странах разных и дальнего зарубежья имеют эти книги. А попы гоняются. Если где-то узнают, из библиотек пытаются вытащить. Обманом! Нам нужны в семинарии, и там люди будут больше приходить. Но библиотека же оказалась, что она прихожанка. Ну ты что, Татьяна, прищищать тебя не будут? Ты что держишь книги эти? Это такое сокровище! Все должны читать их, Кемерская епархия, чтобы вы знали. Аристар, митрополит. Но она отдала. А наш прихожанин, Михаил Кальмаев, там живет, Кемертау. И он тогда пришел в епархию и говорит, у вас книги Лапкина есть? Нету. А что это такое? Ну книги, библиотека-то сказала. Библиотека сказала, сразу побежали. Да, есть. Ну и что? Ну я хочу почитать. Для чего они у вас, чтобы считали? Ну я прихожанин, я хожу в вашу церковь, посчитать. Ни под каким видом не дают. Это обманщики, это лукавые слуги сатаны. И это не в одном месте. А в самом Кемертаве они сунулись. А библиотекарь, близкая нам, и она говорит, вам никто и не давал, я расписала, что книги хранить буду, их народ берет, читает. А что вы за книгами гоняетесь-то? Поп сразу же. Да нет, нет, я ничего. Я просто спросил, хотел, то есть его подослали. Они лукавейшие, они прилживейшие. Они за мной гоняются по всему миру. Ну это 12 лет уже книги. Миллионы людей имеют доступ к ним в интернете. Ну вы вызывайте меня в Синод. Поставьте перед вами, дайте самых сильных инквизиторов. Я буду отвечать. Но по моим книгам-то, не по домыслам, это 30 томов открытым оком. 30 томов. В каждой книге 752 страницы. Вы открываете и говорите, том такой, это страница, ну 12-й том страница, 505-я, строка такая сверху. Читайте, я вторую книгу открою, проверю. Так нет. Во свете Библии, по Библии. Я это говорил в епархии, при епископах. Нигде, ни разу они меня не вызвали. Они как огня боятся этих книг. Почему? Потому что они во свете Библии, во свете Библии все книги. И они обличают их с потрохами вместе. Они их ненавидят. Но когда я выступил в епархии Барнаульской, то есть после моего выступления, сейчас 10 минут было выступление, он говорит, секретарь епархии, говорит, Сергей Беляев, Сергей Беляев, он говорит, под каждым словом Игнатия Тихоновича я могу подписаться. А уж я говорил им, вы добиваетесь объединения. Объединение, это значит дружба. А человек дружбу свою направляет так, чтобы друг был похож на него. Вы хотите, чтобы были вы похожи на нас. Вы нас в пример ставите, когда вам нужно свое освещение как куда-то смотреть, и они вам говорят, делают. Ну а мы на вас похожи не хотим быть. Я говорю, мы боимся вас как чумы болотной. Вы все сжимаете под себя, давите и душите. Вот кто препятствует. Я беру маленькую часть из своей биографии. Мне не надо ссылаться на что-то, а то да где-то, там, где-то. Моя биография. Если они кого гоняют, где бьют, запропывают. Ну, я на первом месте стою в России. А может быть, и в мировой практике. Где бы я ни был, они гонятся за мной, следом идут. Обманывают людей, стараются изъять, опорочить. Говорит, а кто он баптист? Как баптист? Я вчера причащался у тебя здесь, поп. Он сразу затихает. Что сказать? А они Божью Матерь не почитают. Как я не почитаю? Когда читаю, Богородица, Дева, радуйся, достойно есть всякого истину. Я в церкви, иконы. Ну, что я должен на ваших глазах? Икону сжевать, съесть? Вы расскажите, как? Люди, которые поверили попам, они говорят, а можно к вам сходить на богослужение? Они, может, пришли и говорят, батюшка, а у них иконы-то есть? А вы говорили, нет икон. Да, есть икон. Да они ради вас повесили, чтобы вы обмануты были. И Божьей Матери они читают Акапис, царица моя приблагает. Да хотя это ради вас только. У них епископа нет. У них был епископ, так они палками его гонят, за деревню палками бьют его. То есть, они обезумевшие совершенно. Такой чести, как наш епископ братский, когда он с нами, и в Тихий Курочкин, в Ишиме сейчас, на покое, никто не имел. Это как наш брат был. Он бедный, он не князь. У него носков даже не было. Он поборы не делал. Что батюшка отвезет там, еда какая есть, и все. Деньги какие там. У меня один священник из России спрашивал, а вы знаете хоть одного епископа, который не занимался бы поборами? Вот он приезжает, там накладывает, 15 тысяч выложил. У него ничего нету. Он начинает хозяйство продавать, лишь бы заплатить, иначе его уберут. Епископ Ивтихий этим не занимался. А ведь он у нас был худо-бедный лет 17 епископом. Вот какое дело. А то они хотят властвовать. Вот они, властолюбцы. И все эти звания, иереи, протоиереи, пресвитеры, протопресвитеры, иеромонахи, сами звания-то ваши говорят о гордости. И когда около епископа, в каком, кто раньше рукоположен, кто позже, Бьерсин одно время начал, ты не туда, ты сюда сядь, ему патриарх посказал. А они, и его-то заразили этим щенопочитанием-то. Это, это все отсюда идет-то, из церковных кругов-то. И может и Брежнев, Леонид Ильич был бы не таким, как бы не рядом патриарх-то. А тоже не удержался старый-то. Все ордена на грудь вешал. Грудь, говорит, операцию делает. Пришел мальчишка из школы, говорит, мам, а Брежневу сказали, операцию делает, грудь расширяет. Да ты что? Она говорит, а зачем? А ордена вешать некуда, чтобы было куда. Это мне вчера рассказывает. Да кубопов-то, они не знают, куда расширять эти, рукава-то свои. По ширине рукава. Рукава шире, чем подол у цыганского платья. Ну, это, и ты не знаешь это. Вот эти ордена, награды дают на бедреник, на перстный крест, один, по ноге и одна, по ноге и вторая. Это по ноге, изображение Божьей Матери. Ну, не жаль изображение Божьей Матери выше креста. А у них-то это так пошло. У священника креста, а у него, вот это, ну, видели, как с этим обращаются. Иван Васильевич меняет профессию, это он обокрал одного. У него такая же бляха была у посла. И они этим играют. Они за это бьются. Епископ, архиепископ, там, митрополит, да там, схи. Чего только нет в этих названиях. Это все гордость. Три названия, диакон, пресвития, ирепископ. Почему на этом не остановились? Вновь, знаете, слова патриарха нету. Нету. И митрополит нету. А уж не говорят там, которое монашество. Монашество, это вообще антихристианская суть, погубившая христианство истинное. Тут доказывать не надо. У меня седьмой, восьмой том об этом полностью говорят. Поэтому они меня ненавидят. Если я умру или где-то разобьюсь, задаю, так они как будут считать благодарственные акафисты, я уже знаю, и молебны с водосвятием, что избавились от врага. А я врагом и не был никому. У меня врагов вообще нет. Они есть, но они не мои враги. Это они себя так поставили. Потому что я за них молюсь. Вот они, противники-то, враги, язычники-то. Пусть они это считают блаженого фефилакта. Тут и археальное собрание было. И вот трехтомник, и для слова Божия нет вуз. Мы целую операцию проработали. Священники, когда пришли, мы ждали, когда выйдут. И 125 я подарил комплектов по четыре книги. Путину послал Владимиру Владимировичу, Медведеву, Дмитрию Анатольевичу, губернатору здесь, Александру Богдановичу Карлину. То есть всем абсолютно. Потому что тут 240 иллюстраций Гюстава Дарре. Это нами раскрашенное. Посмотри, сколько. Это 240 иллюстраций. Это только сказать надо. Какая красотища-то где. Какая бумага с закладками. Все это сейчас на порядке сделано. Я мечтал об этом. Я его переписывал. По нему преподавал много лет, больше 20 лет в университетах. А потом Господь пособил вот это издать. Был у нас монах один, потом он отрекся от всего этого судников. Николай Николаевич, отец Нафанаил. Это он сказал, как оформить, как назвать, отдельно издать, вот, каким светом. Да воздаст ему Господь милостями своими. Вот как. Дело-то обстоит. И поэтому, считая даже вот эти места, то, что я сказал, ты приведи это на память. Церковь восстает против слов Христа. А вы не называйтесь, а будьте, кто хочет быть большим, тот рабом. Что-то я не видел этого раба ни разу. Чтобы он шел и свидетельствовал. И хотя бы не уничтожал проповедь. Ну, нашего, которого круга, священники, те так, если я появляюсь где-то, а литургия идет, они мгновенно меня в алтарь затаскивают и готовься проповедь сказать. Тут же стихарем облекает тебя чтец, рукоположенное. Но сейчас ниже нету, там панамарь только есть. Вот считай дальше. Далее ваши комментарии идут. Давай. Люди могут переменить свою жизнь, уверовать во Христа только через проповедь Евангелия. Священник на исповеди должен не просто слушать перечисления грехов, но в первую очередь расследовать, как этот человек, оказался в церкви. Было ли у него истинное обращение ко Христу, рождение свыше. Вера не может быть спасительной, если она передается просто по наследству. От еврея может родиться еврей, и от елена елен, но от христианина христианин родиться не может. Он должен им стать лично сам, уверовав во Христа, приняв его в свое сердце, как лично своего, им избранного спасителя. Большинство, свыше 90% прихожан православных храмов обращены не через священное писание, а через посещение храма, через сновидение, чудеса, болезни, через завещание родителей, через чтение каких-то книг, далеко не православных. Этим людям все нужно начинать сначала и уверовать через Евангелие, не быть альпинистами на чуждых горах, но зайти ко Христу через Голгофу. В современной литературе практически не встречается описание случаев рождения свыше православных пастырей, их встреча со Христом, как это было у Савла. Доколе не будет установлен абсолютный, непререкаемый авторитет Библии, до тех пор в людях будет не евангельская вера, а основанная на вымыслах и предрассудках, на обряда верии. Такая вера, конечно, ни в какой рай не вводит, ибо она не евангельская, не Христова. Комментарий закончился. на сегодня хватит. Мы получили большой урок. Во славу Божию. Последнее известие надо послушать.